Существует семь видов мер пресечения. Допустим, пойман подозреваемый в совершении преступления. По закону, в течение 48 часов необходимо предъявить ему обвинение, а суд должен определить ему меру пресечения. Наиболее распространённый – это домашний арест, подписка о невыезде, заключение под стражу на время следствия, ну и освобождение под личное поручительство. Последний вид мер пресечения предлагается вовсе убрать из Уголовно-процессуального кодекса. Значит, экспертная рабочая группа по разработке нового проекта Уголовно-процессуального кодекса предлагает исключить из видов мер пресечения личное поручительство. Это связано с тем, что на практике очень мало применяется данное мер пресечение. Она связана с неэффективностью данного мер пресечения. В действующем Уголовно-процессуальном кодексе поручитель гарантирует, что обвиняемый будет исправно сотрудничать со следствием, не скроется от него и не будет воспрепятствовать расследованию. А на деле, если обвиняемый сбежит, то ответственность поручителя минимальна. В худшем случае отделается только штрафом. На него может быть судом наложено взыскание в виде штрафа от 100 до 500 расчетных показателей. Это в нынешних условиях от 10 тысяч до 50 тысяч сомов может быть наложено. Действующие адвокаты недоумевают, зачем убирают институт поручительства под предлогом того, что он является коррупционным. По правде говоря, все виды мер пресечения, за исключением заключения под стражу, являются коррупционными. Как оно может быть коррупционным? Оно не является... У нас вполне есть другие виды мер пресечения. Не только личное поручительство. Есть подписка о невыезде. Тогда давайте назовем и подписку о невыезде коррупционную. Вообще говорят, что при избрании мер пресечения вообще есть элементы коррупционности. Но, я как уже сказал, личное поручительство применяется очень мало на практике. Больше следственные органы, судебные органы прибегают. Подписка о невыезде и заключение. Или арестовывают, или берут под подсказку. По-хорошему легче дать на лапу следователю или в суде, чем бегать и искать поручителя, говорят опытные юристы. Суд редко прислушивается к ним. Как бы там ни было, в 2013 году принят закон, согласно которому лица, занимающие политические должности, не могут выступать поручителями. До этого было немало фактов, когда даже за воров в законе поручались депутаты парламента и просили суд освободить их. Июль 2011 года. За то, чтобы отпустить из-под стражи обвиняемого в массовом убийстве 7 апреля Бактбека Калыева, поручился 61 депутат. Июль 2012 года. За то, чтобы отпустить из-под стражи экс-министра социального развития Равшана Сабирова, поручились депутаты Турсунбай Бакируулу, Бедыш Мамырова, Нурлан Туребеков, Камчебек Ташиев, Талант Мамытов, Равшан Дженбеков и Умирбек Абдрахманов. За члена же ОПГ Кульбаева, арестованного МВД, в сентябре 2012 поручились депутаты Джергалбек Саматов и Дастанбек Джумабеков. Парламент нескольких созывов имел патологическую тягу ручаться за членов ОПГ, а также за своих коллег, пойманных за коррупцию. Ручались десятками за троицу депутатов, которая пыталась ворваться с толпой в Белый дом в октябре 2012-го, и за Тюлеева, и за Кильдебекова, и за многих других. Можно с уверенностью говорить, что это продолжалось бы до бесконечности. Не прими ЖК закон, запрещающий чиновникам ручаться за кого бы то ни было. Наша фракция тогда поставила вопрос ребром. Нас поддержали, и мы приняли соответствующий закон. Что касается простых граждан, я считаю, что практику поручительства надо отменить. Я считаю, что это неправильно. Есть и те, кто считает, что институт поручительства надо оставить, но при этом нужно ужесточить ответственность поручителя. Есть хорошие стороны, когда простые граждане ручаются за простых граждан. И так много людей сидят в тюрьмах просто так. А те, кто миллионы воровал, ходят по улицам, как ни в чём не бывало. Сколько за последние годы было ходатайств, касающихся личного поручительства, и сколько из них удовлетворено Фемидой? На этот вопрос так и не удалось найти ответа. Информацией обо всех правоохранительных органах владеет генпрокуратура. Мы обратились с официальным письмом ведомства. Чиновники надзорного органа думали два дня, но в конце концов так и не предоставили информацию. В пресс-службе генпрокуратуры заявили, что эта информация является конфиденциальной, и для её разглашения нужно разрешение генпрокурора. С каких пор статистическая информация стала конфиденциальной? Как бы то ни было, процедура определения меры пресечения послам специалистов является самой коррупционной. Арестованный стремится во что бы то ни стало избежать СИЗО. Кому охота месяцы проводить в переполненных камерах в ожидании суда? Тут на помощь, как правило, приходят судьи и следователи. Естественно, не бесплатно.